Это не химический препарат, и они-то поедают возбудителей мучнистой росы. Вам не придётся обрабатывать более токсичными химическими веществами. Здравствуйте! Влажная, сырая, холодная погода очень благоприятна для вспышки такого заболевания, как мучнистая роса и американская мучнистая роса. Растения выглядят как будто припорошены мукой, и очень сильно страдают от этого заболевания смородина и крыжовник. Есть хорошие препараты для борьбы с мучнистой росой, но эти препараты применяются до цветения и после уборки урожая. А если вот сейчас уже смородина отцвела, завязалась ягода, чем обработать и можно ли обрабатывать смородину именно в этот период, когда идёт плодообразование? А зачастую вот именно в этот период идёт вспышка мучнистой росы, и мы не знаем, чем с ней бороться. Есть хороший препарат, который называется Алирин-Б. Это микробиологический препарат, который изготовлен на основе штаммов микроорганизмов бациллосубтилис. Это не химический препарат, и поэтому он влияние на плодообразование, на сам плод не даёт. Это препарат, сделанный на основе почвенных микроорганизмов, которые естественным путём у нас находятся в почве, а здесь мы опрыснём смородину концентрированными вот этими почвенными микроорганизмами, и они-то поедают возбудителей мучнистой росы. Понадобится, может быть, и одна, может быть, и две обработки, но главное в том, что употреблять урожай в пищу можно уже через 3-4 дня. А сейчас, когда ещё смородина не поспела, как раз самое время обработать Алирином. Если у вас смородина ещё не заболела, но в прошлом году была на этом растении вспышка мучнистой росы, не дожидайтесь, чтобы мучнистая роса появилась снова, сделайте профилактику Алирином-Б. И тогда, возможно, вам не придётся обрабатывать более токсичными химическими веществами. Надеюсь, мои советы помогут вам защитить свои растения грамотно, правильно, без ущерба для урожая, вот именно сейчас, в то время, когда идёт плодообразование.